Добрый день, уважаемые друзья, уважаемые любители шахмат. С вами Владимир Добров. Мы поправляемся на третий день соревнований Эльфтингс Мастерс и обсудим итоги третьего игрового дня. Тур был очень насыщенным на события, очень много ярких партий. И вот одна из этих партий, которая сейчас на ваших играх. Белым играл Аниш Гири против Максима Вашьего Лаграва. И Гири в последнее время начал играть очень агрессивно. Не знаю, с чем это связано. То ли с изменением стилевых каких-то особенностей. То ли это все-таки пандемия так влияет на Аниш. Но Аниш играет достаточно, в общем-то, ярко. Ярко начал играть. Итак, Вашь Ель, конечно, не нуждается в представлении. Вашь Ель всегда идет принципиально на варианты Найдеров, на любые сицилянки. Ну и вот Аниш в этой партии блестяще себя проявил. Итак, давайте посмотрим. Здесь, значит, происходит движение на разных флангах. В общем-то, черные с одной стороны преуспевают, по ощущениям. Однако, не так все просто. Ж5, конь Д7, конь Д2. Белые выбивают коня с С4. Отъедают, конечно же, черные слона. Слон здесь крайне важен. Однако, после ферзь Е3 позиция не такая простая, как на первый взгляд кажется. Более того, компьютеры оценивают пользу черных. Итак, после рокировки Н4, как бы вроде стандартная реакция от черных. Часто после рокировки черные самостоятельно играют Ф5, но не при белопольном слоне. Значит, играет Ладь от С8. И, похоже, тот план Вашь Ель здесь немножко запаздывает. Такое ощущение, что гирь из этой позиции прочувствовал чуть лучше. Он сыграл Б3, таким образом он фиксировал ряд белых полей. При случае готов выменивать слонов через это поле. В дальнейшем это увидим. Но и вот не спеша, и в то же время, очень вовремя, продвигая пешки на королевском фланге. И очевидно, что белые преуспевают начать первыми атаку. Ладец 6, G6. Очень правильный ход. Опять-таки стандартный таранный ход. При случае белые угрожают еще таким элегантным ходом, как H6. Но после хода К6 возникла такая стандартная позиция, где белые имеют достаточно бесплатную атаку. Черные в это время не успели абсолютно ничего. Ладец 8, GF, К7, К3. Очень тонкий маневр от Аниши. Он таким образом заставляет черных сыграть H6. Потому что сыграть К8 в этой позиции могут лишь железные бездушные машины. А6 теперь прославил поле G6, через которое он начинает заезд. Ладец G6, слон F8. Неторопливый ход, ферзь Е2, очень полезный. То есть, таким образом белые готовят следующую перестройку. Король Е8, конь Д2. И очевидно, что стратегически партия черных под большим вопросом. Потому как они не успели абсолютно ничего. Король в центре. И вопрос вскрытия позиции, это вопрос времени. Ферзь С7 и слон С4. Важный размен белоподникам. Слон С4, конь С4. Ну и, конечно, такого коня терпеть крайне неприятно. Более того, белые готовы были уже перестраиваться. Либо ходом конь Б2, либо ходом конь Е3. С последующими врывами на центральные поля. Поэтому Ваш Я отдал на С4. В БЦ, ферзь С6. Ну и после ответной жертвы качества, очень тонкой жертвы, выясняется, что конь здесь, по отношению к слону, имеет колоссальное преимущество. Черные расставились как в шашках. Не хватает еще пешки на А5. Но у белых простейшая игра и простейшая заедка. Элегантная позиция. И вот дальше давайте посмотрим, что происходило. Максим попытался скрыть позицию. Ф5, Ф3. Взяли-взяли. Ладья С7. Ладья Ф1. Тоже очень точный ход. Но сложно сказать, как бы оценивал Сеншпель после ходу Ладья Ф7. Конечно, белые все равно бы за счет хорошей связки ферзя и коня контролировали бы игру. Но пошел Ладья Ж7. И вовремя сыгран С5. Очень человеческий и тонкий ход. Который, может быть, не самый сильнейший. Не то, что сильнейший. Да, и не то, чтобы очень хороший. А просто хороший ход в плане человеческого принятия решения. С5. Что теперь делать? Ну, взял ферзем и взял на А6. Поменялись. И мы видим, что чисто визуально ферз, конечно, очень серьезные убытки может принести сейчас королю. То есть, урона очень много грозит. Ладья Ц7. И вот последовало следующее. Шаг, шаг. Ферзь С6. Ферзь Б3. Опять-таки, по полям начинает пролезать. Слон Е7. Вроде бы защиты есть. Но и вот такой вот Эншпель неожиданно Максим все-таки проиграл. Но он очень неприятен, потому что слабопешка Б4. И конь, конечно, в таких позициях более мобилен. Итак, ну вот такое вот произведение произошло. На Д6 отнял вовремя и разменял ферзей. Ну а дальше дело техники, которую, в общем-то, Кири провел без вопросов. Партия была, в общем-то, никаких тут трудностей не возникла. Перевел в такой Эншпель, но и легко одолел. Хорошая партия от Аниша. Классная партия. Мне очень понравилась. И стратегия, и тактика была. Все в нужной консистенции. Следующая партия, которая, конечно же, заслуживает серьезного внимания. Это партия наших игроков, наших добрых друзей. Яна Непомничева и Даниила Дубова. Не просто у них тоже складывался турнир. Даня и проигрывал, и ярко выигрывал. Ну вот, в общем-то, в итоге мы подведем в конце этого видео. Итак, в этой партии была странейская защита. И вот такой вот вариант. Вариант Авербаха обычно. Начиная с хода слон Ж5. Ну вот, слон Е3, можно сказать, тоже в некотором роде вариант Авербаха. Хотя, конечно, много здесь названий. Вот иногда просто забываешь, что есть что. Ну, этот вариант с ходом конь С6 разыграл Даня. И тут возникла достаточно быстро интереснейшая позиция. Слон Д2, конь А6. Так вот, экстравагантная расстановка коней. Обычно, конечно, это все должно наказываться. Ну и вот Ян играет H3, очень точечно. И после хода Е6 просто играет Де, слон Е6 и Ж4. Очень забавное расположение. Ну и, как мы видим, как в Челябинском варианте, кони, один из коней готов погибнуть. Но у черных везде определенная компенсация. Итак, ладей Е8, конь Ф3. И здесь слон Д7. Да, черный атакует тем временем пешку Е4. Приходится уже, видимо, играть Ж5. Потому как центр иначе может погибнуть. И черные тогда будут полностью контролировать игру. Приходится засъедать, запринимать эту жертву. Но и вот в этой позиции, наверное, одна из критических таких вот моментов. Один из критических моментов, где черные могли сыграть, наверное, сильнее. Так, Даня съел на А6. То есть, тем самым белые успели координацию, как сказать, сохранить. А вот был интересный ход слон БЦ3. Также был ход конь Ж3. То есть, очень много было возможностей. Слон А6, так сказать, подкрутить решил. И после разменов и Ф5 позиция продолжила удивлять зрителей. Так как следующий ход, который тоже, ну, не так просто, наверное, найти. Не каждому. Ферзь Ф8. Машина вообще предлагает играть Ладья Е3. В такой позиции смеется долго над Ф7. Ферзь Ф8. Теперь черные готовы подкрасться Ладьей. Ферзь защищает слона. Прошу прощения. Рокировка Ладьей Е8. И после Слон Д3 возникла весьма элегантная позиция с обоюдными острыми шансами. Оценить позицию не так просто. Можно играть и за черных, за белых. Можно ее разыгрывать, как тренировочные партии. Очень полезная и интересная позиция. Ладья Е3. Очень тонкий ход от Даня. Ну, может быть, чуть раньше этот ход до рокировки стоило изобразить. Однако, я не стал долго лукавить. Съел это качество. И таким образом у черных образовалось целое ладье на доске. Но дело здесь техники. Причем позиция непростая до сих пор. Несмотря на лишнюю ладью. Слон С6 и Слон на Е3 образовывают такую неприятную связку по отношению к королю. И, конечно, здесь играть опять-таки непросто. Во всяком случае, реализации здесь времени может очень много убить. Если вообще у черных не хуже. Ладья Е3. Мы видим, что ладья здорово тоже располагается. Напали на Слона, защитили. И здесь был маневр ход Ферзь Е8. Ферзь Е8 очень идейный ход с идеей ладья Е2. Но также Ферзь на Е8 при случае еще где-то и Ашпек поддерживает. Поэтому Ферзь Е8 это был ключевой момент партии. Мимо него Даня прошел. Ферзь Е7. Он тоже сыграл, как говорится, по-человечески. Напал на пешку Б2. Белые защитили. Сыграл Ферзь Е8. С идеей поймать белого Ферзя, естественно, не удалось. Попрыгали на месте. И вот эти прыжки на месте оказались слишком медленными. Мы видим, что после хода короля Ф1 белые избавились от этой немерзкой связки. И, по сути дела, ситуация для них стала для черных тяжелой. Значит, Слон Ж3, Ф6. Очень вовремя подключается теперь и Слон. Ферзь присматривается к пешке Аш7. Ну, а здесь последовал просто переход в такой неприятнейший Эншпель, который, по сути дела, предопределил дальнейшее положение дела. Черные здесь постарались еще, сделали пару шахов, но в итоге попали вот в такую матовую конструкцию. Таким образом, непомнящий одержал непростую победу. Интереснейшая партия. Заслужит она колоссального внимания, более глубокого анализа. Но вот вы, уважаемые друзья, можете посмотреть ее самостоятельно, более внимательным, более детальным. Третий элемент, который я хотел вам сегодня поведать, третий, как раз тоже из партии Дани Дубова. Вот такая пара позиции сложилась у него в партии с Весли Сон. Обратите внимание. И здесь интереснейшая ситуация, где грозит ход Ферзь А8 с победой. И Рейдсо отреагировал ходом Слон А7. Да, на эту вот вы можете поставить паузу на видео и найти следующий ход белых. Предлагаю вам, во всяком случае, такой вот небольшой тренинг. Пишите в комментариях, кстати, ваши ответы. Будет интересно. Ну, а я пока переключаюсь к следующей партии, которая заслужит внимания. Следующим элементом это партия Карлсона. Карлсон и Камура. Магнус Карлсон уверенно все-таки провел второй и третий день соревнований. Напомню, что после первого дня у него не было побед. Но затем он начал выигрывать. И вот такая позиция у него с Накамуры после дебюта возникла. Сразу же Веншпель. Недолго думая. Ну, а Веншпель является одной из визитных карточек Магнуса. И вот здесь давайте посмотрим, как он сумел переиграть очень опытного шахматиста американского. Одного из лучших Блицоров, наверное. Да, ну не то, что одного из лучших. Наверное, лучшего Блицора на данный момент. По пуле и по Блицу вполне возможно. Итак, ну вот, обратите внимание, что вот здесь уклонился Магнус от размина ладей. Очень тонкий ход ладер С1, который позволил ему сохранить как раз-таки больше фигур. И дальнейший план, который он начал проводить, в общем-то, казался весьма неприятным, можно сказать, ядовитым по отношению к черным. Ход А4. Стандартный ход, который захватывает пространство на ферзевом фланге. Накамура решил стоять. У него вроде бы слабости нету. Но вот, однако, давайте посмотрим, что происходило дальше. А5. Конь Е8. Конь Б3. Конь Д6. Конь Ц5. Слон Ц8. Ну и белые подготовили ход С4. Б3 сыграл Магнус. И вот, видите, мало-помалово, очертания уже начались быть неприятными. Нельзя нигде. Ф5. Какие-то поля дополнительные ослабляются. В Б6 также опасно за эту пешку будут цепляться белые неприятно. А в то же время грозит ход С4. Не сказать, что с какими-то суперогромными проблемами, но после которого, возможно, появится новый объект. И вот, давайте посмотрим. Ж6. С4. И здесь Накамура сыграл достаточно примитивно. Он взял ДС, БС. А теперь у белых появилась потенциальная проходная пешка Д. После чего Магнус, конечно, был очень доволен. Слон Д3, опять-таки, не торопился Магнус никуда. Подводит все свои фигуры к центру. Ф5. Разумно. ЖФ взяли-взяли. И опять-таки, избежал размена фигур. Таким образом, напряжение в позиции сохраняется. Х5 защитился от хода Ж4. И перевод коня последовал. Конь Д3. Конь, возможно, идет как на Ф4, так и на Е5. Так, возможно, и Д5 освобождает дорогу пешком. И вот, посмотрите, конь встал на Б4. Здесь пограживает ход и А6, и С5, и Д5. В общем, здесь масса возможностей. И вот мало-помалу. Как говорится, по ниточке, по ниточке. Но вот в итоге получается что-то неприятное для Накамуры. Конь Ф5, Д5, С5. И вынужден играть С5, потому что иначе просто проходная образуется. И вот после хода конь Д3 зависла пешка на С5. Защитил Накамуры. Казалось бы, черные, что здесь могут быть какие-то проблемы. Конь всегда на Б6. Однако, не так все просто. Конь Ф4, А4, слон Д3, Ж5. И после хода конь Е2 выясняется, что конь начинает ползти в район поля Б5. Пешку А7 цеплять. И черные вынуждены как-то реагировать. Опять-таки, грозит, пограживает ход конь Б5 и король Ф6. Ну, а теперь в нужный момент ладей Е1. Нет времени на ладей Е7 из-за взятия-взятия и конь А4. Теряется пешка на С5. Поэтому слон Д7. И вроде бы равная, опять-таки, позиция. Выменял он коня. Но здесь Накамура немножко ошибся. Ошибся очень серьезно. Пошел Б5. И вроде кажется, опять-таки, что здесь и ничего и нет. И должна быть ничья. Но вот последовало Д6. Ладья Ц8. Взяли-взяли. И ладья Б1. Ладья Б1 напугал Накамуру, что после хода А6 последует, видимо, ладья Б5. Сиди Е6. Это занимательная позиция. Но на самом деле здесь черные держат позицию ходом Король Е6. И, как показывает анализ, здесь, в общем, черные держат эту позицию. Да. Здесь, в общем-то, ничья. Однако, вместо этого последовал ход слона С4. И ладья прорвалась на седьмой ряд. Разменялись пешки. Но пешка А у белых сохранилась. И, обратите внимание, очень неприятный Эршпаль. И Накамура зевает ходом слон Д5, зевает простую связку, после которой черные не успевают оправиться. Ладья Д8. С4 А6. И после С3 ладья Б5 выясняет, что пешка А проходит с шахом. Вот такая хорошая партия от Магнуса Карлсона. Этот день был завершен. Ну, а мы давайте подведем некоторые итоги. Итоги следующие. Значит, Магнус Карлсон вместе с СО Накамурой непомнящим. А я прошу прощения, вместе с СО и Накамурой. Выходит с первых трех мест. Напомню, что 8 человек квалифицировалось в финал. Финал уже начинается сегодня. Нокаут по парам. Вы должны следить. Вы можете, точнее, прошу прощения, следить за этими парами на нашем сайте. И отмечу, что я не помню, чей так же, как и Даня Дубов, вышли в эту заветную восьмерку. Однако, Александр Грищук оказался слишком далеко от своей лучшей формы. Оказался за бортом такого хорошего соревнования. Но пожелаем Александру найти свою игру в ближайших турнирах. И показать, на что он все-таки способен. Ну, а Раджава Франяна и ваш Елограф составили прекрасную совершенно эту восьмерку. Который сегодня уже продолжит биться на полях. На шахматных полях интернета. Ну, что ж, друзья, спасибо вам за ваше внимание. Надеюсь, было интересно. Пишите обязательно комментарии. Будем вам благодарны за вашу, как говорится, за вашу благодарность. Если вы поднимите палец вверх. Ну, а я, Владимир Добров, с вами прощаюсь. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok